Они вызывают тяжелые болезни, становятся причинами многочисленных аварий, аномальных явлений. Речь о так называемых геопатогенных зонах. Одни называют это псевдонаукой, а другие изучают геомагнитные сети в собственной квартире, передвигают из опасных участков мебель и обходят гиблые места стороной. А таких в столице, как оказалось, немало. О Москве геопатогенной. Павел Мельников. При выборе квартиры, конечно, первый и решающий фактор – это цена. А вот дальше можно глубоко зарыться. Не каждый догадается проверить, как через комнату проходят геомагнитные сети Хартмана и Кури. Места взаимного пересечения и сочетание наложения этих сетей как раз относятся к локальным геопатогенным зонам. Они относительно небольшие, но, как я говорил, примерно, может, с книгу, может быть, формат А4. Виктор берет в руки индикатор геофизических аномалий – ИГА-1. Он и поможет вычислить эти сети. Первая линия, вот индикатор, он здесь срабатывает. Пунктиром на полу Виктор плетет одну сеть за другой. Их еще называют силовыми линиями Земли. Они покрывают всю планету довольно мелкой ячейкой. Такие наслоения, по мнению специалистов, и есть – геопатогенные зоны. Может быть, недели, полторы, может, две я все-таки проспал в общей сложности под воздействием таким. Чувствую, что, ну, такое прям вот недомогание, как вот кости ломит, что называется, хвост отваливается. Сместился правее, все нормально, буквально там одна ночь, вторая, третья, все это вот, ну, что называется, рассосалось. А ведь кто-то спит так всю жизнь и не знает. Геопатогенному воздействию приписывают обострение онкозаболеваний, синдромы хронической усталости, боли во всех частях тела. Что такое геопатогенная зона, никто не знает. Но она наверняка существует, и ни одна, Москва не исключение. Не вся, конечно. Специалисты-геопатогенологи даже составили специальную карту. Вот она. На ней красным цветом выделены участки, крайне неблагоприятные для обитания человека. Это весь центр и юго-восток столицы. Желтым цветом выделены просто неблагоприятные места. Здесь, возможно, повышенное содержание ртути, гелия, возможно, искривление магнитных полей. Все, что осталось от Москвы, выделено зеленым цветом. Здесь, говорят, жить можно, нужно и даже полезно. Человек тут пропитывается положительной энергией, биополе потихоньку зарастает, все, что болело, проходит. Мы получаем, когда энергию от земли, геопатогенные зоны или аномальные зоны, то есть мы насыщаемся отрицательной энергией, и человек начинает себя плохо чувствовать. Геопатогенными зонами принято считать разломы, подземные реки и пустоты. В общем, везде, где есть резкое изменение ландшафта, значит, что-то не так. Николай с рамкой в руках взялся прочесать музей-заповедник Царицына на предмет аномалий. Я подхожу к отрицательной зоне, и она у меня сворачивает куда, видите? А вот я из нее выхожу, вот я из нее вышел. То есть вот здесь вот заканчивается аномальная зона. Собиратели московских легенд подтверждают, здесь много странных мест. Истории от призрака императрицы, гуляющей по ночам, как водится в белых одеждах, до пропажи людей. Недаром это место исторически называется «Черная грязь». Я наблюдала один раз случай, когда люди собрались вокруг этой сосны, включили музыку первого гимна, который звучал во времена Екатерины, «Коль славен наш Господь». И как только они прослушали этот гимн и похлопали в ладоши, не знаю, случайно это совпадение или нет, но вдруг пошел дождь при абсолютно ясной погоде. А Николай тем временем нашел источник сильного отрицательного геопатогенного излучения. Это курган, древнее массовое захоронение. Весь курган мы можем пройти целиком и везде будет показывать отрицательную. Вот она где только закончилась, вот. Вот где закончилась еще только, в крапиве. Курган там. Сколько здесь можно находиться безвредно? Сколько хочешь, тут только лучше не спать. Физики, химики, геологи, в общем, люди науки не отрицают присутствие дыхания Земли. И, правда, объясняют все намного проще. Люди строительством, метро, дорог, мостов, домов и прочим воздействием сами меняют ландшафт. Земля не выдерживает нагрузки и дает трещины. В некоторых достаточно старых домах, построенных на геологических разломах, накапливается в подвалах газ-радон, что приводит к повышению фона радиационного. Все объясняется с позиции физики, химии и геологии. Как бы там ни было, но даже скептически настроенные работники Царицына, наслушавшиеся истории о своем заповеднике, не то чтобы поверили, но насторожились. Вот ваше биополе, я в нее втыкаюсь. Видишь, я руку убрал. Надо втыкаться в мою биополе. Павел Мельников, Александр Болотников, Алексей Аксенов, Сергей Солдатов и Сергей Кукушкин. Вести Москва.